5 фактов о китайском языке, которые точно нужно знать перед тем, как изучать этот язык. Если вы давно мечтаете учить китайский язык или хотя бы раз задумывались об этом, тогда это видео точно для вас. Сегодня мы кратко поговорим об особенностях китайского языка и его характерных чертах. В видео не будет никакой лишней информации, только факты, которые стоит принимать во внимание перед тем, как начинать учить этот язык. Меня зовут Юля, я преподаватель китайского в Школе Восточных Языков Мандарин, и мы начинаем. А ты пока не забудь поставить лайк и подписаться на наш канал. Ну что, поехали? И начнем мы, пожалуй, с самого интересного аспекта языка, это письменность. В китайском языке нет алфавита, в китайском иероглифическая письменность. Поэтому, выбирая китайский язык, будьте готовы к тому, что придется много писать. Почему? Потому что прописывание иероглифов — это лучший способ их запомнить. Кстати, Китай — это единственная страна, в которой полностью сохранилась иероглифическая письменность. Давайте разберемся, что такое иероглиф. Иероглиф китайского языка — это письменный знак, имеющий свое значение и произношение. Иногда это несколько значений, несколько произношений. Например, Важно, что иероглиф наделен смыслом. Это главное его отличие от буквы. История китайских иероглифов насчитывает от 4 до 5 тысяч лет. Первыми иероглифами были пиктограммы, дословные картинки, изображающие предметы. В древности они были максимально похожи на то, что изображалось. Например, Гора, Человек, Солнце, Луна, Огонь. В современном китайском языке сохранились пиктограммы. Правда, они выглядят уже иначе, но это все те же картинки. Все те же Горы, Солнце, Луна, Человек, Дерево, Огонь. Пиктограммы Пиктограммы – это простые иероглифы. Делятся только на черты. Элементарные единицы любого иероглифа. Помимо простых иероглифов, в китайском языке есть еще сложный иероглиф, который состоит из графем. Графемы уже, в свою очередь, делятся на черты. Стоит сказать, что черт – ограниченное количество, графем – тоже ограниченное количество. Просмотрим примеры. У нас есть простой иероглиф дерева, му, который мы можем поделить на черты. А есть составной или сложный иероглиф сон, который состоит из трех деревьев. Три дерева – это уже много. Как вы думаете, что значит этот иероглиф? Это иероглиф лес. Или возьмем человек. Простой иероглиф человек – жен. А есть иероглиф джун, в котором три графемы, обозначающие человека. Три человека – это много. Да, как мы называем большое скопление людей. Это толпа. Рассмотрим еще один пример. Некий знак, иероглиф с произношением ма. Состоит из двух графем. Слева – женщина, справа – лошадь. Женщина-лошадь. Кто это может быть? Это мама по-китайски. Но китайцы ни в коем случае не хотели обидеть мам, когда придумывали этот иероглиф. На самом деле, женщина здесь, графема «женщина» – это у нас ключ. Ключевая графема, отвечающая за смысл иероглифа. А справа – лошадь. Это фонетик, отвечающий за произношение иероглифа. Иероглиф китайского языка – это очень большая, очень интересная тема, которая заслуживает отдельного внимания. Поэтому в скором времени я сниму полноценное видео про иероглиф китайского языка, где попытаюсь максимально детально познакомить вас с ней. Ну, а теперь я бы хотела коснуться не менее интересного аспекта китайского языка – это фонетика. Мы уже знаем, что в китайском языке нет привычного нам алфавита. Однако есть система записей иероглифов, их транскрипция, которая состоит из букв латинского алфавита и специальных знаков над гласными, обозначающих тон. Эта система называется пенинь, была придумана относительно недавно, в 1958 году, в Китае. Для чего? Для популяризации китайского языка. Чтобы китайский язык было изучать проще. Главной особенностью китайского языка являются тонны. В китайском языке четыре тона. И произнеся слово неправильным тоном, можно изменить его значение. Рассмотрим один из наиболее популярных примеров. Ма, 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 ма. Слог ма был произнесен четырьмя разными тоннами. С первым тоном ма означает маму, со вторым тоном ма означает коноплю, с третьим тоном ма – это лошадь, и с четвертым ма – это ругать. Даже есть такая скороговорка. Мама, ма, ма. Мама ругает плошки. Мама, ма, 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 ма. Мама, ма, 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 ма. Давайте рассмотрим еще один пример. Джиша – это знание. Джиша – это сыр. Это приводить к чему-то в результате чего-то. Это пристально смотреть. Выбирая китайский язык, будьте готовы к тому, что вам придется очень важное значение уделять произношению, раз за разом отрабатывать все те же звуки и тоны. Но без этого никак. Стоит упомянуть еще один фонетический аспект — это диалекты китайского языка. Что такое диалекты? Диалекты — это когда в разных частях страны говорят на разном языке. В нашем случае на разном китайском языке. Диалектов много. Они отличаются. Иногда настолько сильно отличаются, что даже сами китайцы не понимают друг друга. Однако насчет этого не стоит сильно переживать, так как принято учить стандартный китайский язык путунхуа, на котором говорит большая часть населения страны. Путунхуа также называют северным диалектом, пекинским диалектом, либо мандарином. Что касается грамматики китайского языка, то она достаточно простая. Китайский язык традиционно относится к группе изолирующих языков. Что это значит? Ну, во-первых, отсутствуют любые словоизменения, склонения, спряжения. Вот есть у нас иероглип есть кушать. Я вчера, я сейчас, я завтра с друзьями, он не будет никак изменяться. Вот дано произношение любых слов. Такое произношение, где бы не стояло это слово, в каком предложении, там оно будет такое же. Но за счет этого у нас в китайском языке важен порядок слов. Если кратко, это подлежащее сказуемое дополнение. Ну и хотелось бы сказать про времена китайского языка. Многие из вас думают учат английский язык и знают, что там много-много времен. Как же их все запомнить? В китайском языке такой проблемы нет. Как нам поставить предложение в нужное время? Ну, с помощью обстоятельства времени. Хотим сказать про прошлое, говорим нужное нам обстоятельство времени. То есть вчера или в прошлом году. Хотим сказать, что сегодня или сейчас, так и говорим. Сегодня, сейчас. Хотим сказать про будущее, говорим в следующем году, через неделю, через месяц. Вот и все. Есть, конечно, специальные слова, которые делают нашу речь краше, натуральнее. Например, если речь идет о планах наших в будущем или про наш опыт в прошлом. Но, в принципе, если вы хотите какое-то базовое знание, базу в языке, то вам достаточно будет обстоятельства времени. Последнее, о чем стоит сказать, это так называемый накопительный эффект в китайском языке. Чем больше мы его учим, тем нам проще. В начале нашего пути китайский кажется таким странным, непонятным, сложным. Иероглифы вместо букв, непривычные звуки, тонны у каждого слога, совсем иные законы грамматики. Но мозг, как только он начинает постепенно включаться, адаптироваться, нам уже не кажется все таким сложным. Мы уже к этому привыкаем потихоньку, у нас определенная база знаний уже есть. И, наоборот, становится очень и очень интересно. Хочется побольше во всем разобраться, все узнать. Важно помнить, что главное в изучении любого языка это грамотный педагог, индивидуальный план обучения и интересные полезные материалы. Это мы гарантируем нашей школе Мандарин. Если вы сомневаетесь, учить вам китайский или нет, то вы всегда можете прийти на наши пробные бесплатные уроки в школе Юлии Онлайн. Зарегистрироваться можно по ссылке в описании. Если вам понравилось видео, тогда не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. У нас много полезного и интересного. Также напишите в комментариях, о чем еще хотели бы узнать. Спасибо большое за просмотр и увидимся в следующем видео. До свидания!